Перед началом видео я хотел бы поблагодарить всех тех, кто меня поддержал, особенно Александра Зелкова с канала Нескучный Саунд за такую небольшую рекламу. Я не ожидал такого буста в развитии, такого количества подписчиков и просмотров. Спасибо вам всем, что поддерживаете меня и смотрите. Я обещаю делать лучше. Ну а теперь само видео. Я читал недавнее исследование, гордо представленное публике таким вот бесстыдным кликбейтом, хотя я не особо жалуюсь. В нем говорится, что люди проще воспринимают неточности во времени на низких частотах, нежели на высоких. Исследователи заметили, что нечто под названием «негативность рассогласования» в мозгах испытуемых сильнее, когда им представлены ошибки в тайминге на низких частотах, чем на высоких. Это подтверждает то, что мы уже знаем, что басисты должны иметь хорошее чувство ритма, а гитаристам хватит и слабенького. А скрипачам еще проще. Вопрос в том, как развить хорошее чувство ритма, как ненароком не запустить негативность рассогласования в других. Оказывается, мы уже достаточно хороши в этом. В книге «Музыкофилия» известный нейробиолог Оливер Сакс объясняет, «Галилео» подает отличный пример того, как хороши наши внутренние часы в экспериментах синхронизации скатывающихся по наклонной плоскости объектов. Не имея точных часов, он засекал каждую попытку, напевая мелодии себе под нос. Это позволило ему получить результаты с точностью далеко за пределами хронометра в той эры. Так было до тех пор, пока сам «Галилео» не изобрел часы с маятником, технологию, которая стала лучше наших внутренних часов. Типа, не знаю, как у «Галилео», но у меня определённый дерьмовый ритм. Ну, ты ошибаешься, на самом деле он крайне хорош. Нет, вообще-то, это то, с чем я борюсь. Ну, тогда давай, может, проведём эксперимент? А вообще, перед экспериментом давай немножечко помедитируем, а то кажется, что ты напряжён. Для начала глубоко вдохни и посчитай в обратном порядке из десяти. Не-не-не-не-не, попробуй помедленнее. Ну, так чё, я уже помедитировал? В чём смысл был? Не, медитация — это было лишь обрамление, чтобы заставить тебя считать на разных скоростях. Посмотрим на форму звуковой дорожки, когда ты считал. Когда ты считаешь быстро, ты считаешь на довольно стабильных 77 ударах в минуту. Когда ты считал медленнее, это было так же стабильно, но уже на 68. Язык строится на интонациях, внутренних ритмах слов и фраз. Если бы я говорил с необычными интонациями, это могло звучать странно и не музыкально. Основной смысл того, о чём я говорю, теряется в необычных интонациях. Некоторые интонации крайне регулярны. Особенно счёт. Вы когда-нибудь считали неравномерно? Язык не имеет значения, счёт — это всегда регулярный феномен. Круто, то есть у меня отличное чувство ритма, только не чувствуется что-то. Позволь мне выразить это в некоторой перспективе. Когда музыкант играет, он измеряет единицы времени. По факту мы буквально называем их размерами. В размере мы разделяем время на индивидуальные удары. Потом отсюда мы можем разделить их на ещё меньшие единицы времени. Требуется крайняя точность в том, как мы делим время, иначе это не будет звучать или чувствоваться правильно. Это и есть негативность рассогласования. И как вид мы довольно хороши в этом, по крайней мере сравнивая с сопоставимыми деятельностями. Вы можете провести аналогию с гипотетическим сценарием, где каждые пару секунд вам нужно было бы рисовать отметки линейки на бумаге только на глаз. Потом только с помощью разбиений разделить их на более мелкие отрезки, будь то сантиметры или дюймы. Звучит как что-то очень сложное, но музыканты делают это постоянно, только с долями секунды, нежели с долями фута или метра. Интересно, что мы не единственный вид, который хорош в этом. И причиной этого может быть то, что мы можем создавать звуки с помощью нашего рта. Исследование 2008 года открыло Snowball — жаттохохлого какадура, неизвестного на ютубе, со способностями нечеловекоподобного животного синхронизироваться с битом. Исследование нашло доказательство того, что животные, способные создавать и имитировать сложные вокальные звуки, такие как люди, дельфины, попугаи и летучие мыши, имеют естественную способность организовывать время и синхронизировать движение тела с ритмом. Впечатляет, ведь получается, что наша способность чувствовать время более фундаментальная, чем язык. Это восходит к нашей способности вокализировать. То есть, правильно ли я понимаю, ты говоришь, что у меня есть точное чувство времени, потому что я могу говорить, по-видимому. Это круто, клево, да, но, типа, как мне применить это к моей музыке, чтобы она чувствовалась круто? Ну, надо считать, пока ты играешь. Если ты можешь считать до четырех так, чтобы это звучало естественно, то у тебя получится. Мы будем практиковать ритм без помощи метронома. Страшно, но Галилео доказал, что наши внутренние часы могут быть также полезны. Мы будем считать до четырех, пока играем бас-линию Don't Stop Believing. Может звучать легко, но на самом деле это сложно, особенно с первой попытки. Тебе нужно будет много координировать то, что ты говоришь, с тем, что ты играешь. Мне нужно наметить каждую отдельную ноту относительно того, когда я произношу какую цифру. В первом такте я одновременно и играю, и говорю раз. На И первого такта я ничего не говорю и ничего не играю. На втором такте я говорю два, но ничего не играю. На И второго такта я ничего не говорю и ничего не играю. В третьем такте я говорю три, но ничего не играю. На И третьего такта я ничего не говорю, но играю ноту. В четвертом такте я говорю четыре и играю ноту. На И четвертого такта я ничего не говорю и играю ноту. Этот процесс довольно сложный и долгий и требует от вас скрупулезности в расстановке всего. Кто ж знал, что практика — это работа? Но как только вы это сделаете, вы сможете сосредоточиться на том, чтобы считать до четырех, а не на том, чтобы играть музыку. И чем вам более комфортно просто считать до четырех, тем вам более комфортно будет играть музыку. Если вы будете делать это правильно, то случится слуховая обратная связь. Вы услышите, как говорите «раз, два, три, четыре». Вы будете, естественно, подстраивать музыку под естественную интонацию, что вы привыкли слышать. С помощью этого метода мы можем задействовать ритмический потенциал человеческого мозга совсем без помощи метронома. А что, если я типа совсем безнадежный, и для меня даже это не работает? Существует исследование 2011 года, в котором говорится о некотором испытуемом Мэтью, который имел якобы редкое расстройство. У него было, как говорили исследователи, ритмическая глухота, неспособность синхронизировать движение с музыкой. Другими словами, у Мэтью не было чувства ритма. Мэтью мог стучать под удары метронома так же хорошо, как и контрольная группа. Красный Мэтью, синий группа. Хотя он абсолютно не мог синхронизировать движение с популярной мелодией румбы. Элвис Креспо с Вава Мэнте. Интересно, что никаких нарушений не было найдено в способности Мэтью понимать язык. Он мог говорить и понимать точно так же, как и любой другой. Я не когнитивный ученый, но я учитель музыки. И основываясь на том, что я говорил в этом видео, кажется, что у Мэтью нет какого-то особенного ритмического расстройства, но скорее он не применял еще свои знания языка к музыке. У этого может быть множество причин. Но силой естественной интонации счета пренебрегать просто нельзя. Ты уже умеешь считать. Ты умеешь говорить на родном языке. Почему бы не использовать эти две вещи и не сделать из себя лучшего музыканта, каким ты можешь быть? В конце концов, если и сноубол к коду это может, то и ты сможешь. Эй, спасибо всем за просмотр. Меня зовут Адам Нили, видео выходит каждый понедельник. Ну а перевел и озвучил для вас Дмитрий Павлушин. Мои видео выходят раз в неделю. Если они вам нравятся, то вы можете поставить лайк, подписаться и рассказать обо мне друзьям, чтобы поддержать. Спасибо большое за просмотр, и до следующего дня... БАСЕ!